Если тебе нужен помощник в хозяйстве, который бы сам убирал, да еще и в трудодоступных местах, с этим с легкостью справлялся, тогда тебе нужно призадуматься о приобретении робота-пылесоса. Конкретно этот с Алиэкспресс и пришел он всего лишь за несколько дней, потому что товар находится на складе в Москве. Это Netsword X500 и он не из дорогой ценовой категории. И, кстати, является на сегодняшний день самой продаваемой моделью на Алиэкспресс. Какого-то подробного обзора я на него делать не буду, потому что их и так много на просторах Ютуба. Так что при желании можете просто в поиске набрать Netsword X500 и посмотреть обзоры на него у ребят, которые только этим на своих каналах и занимаются. И нужно отдать им должное, у них это получается намного лучше, чем у меня. Я же в свою очередь просто вкратце пробегусь по нему и потом мы продолжим. Комплектация у него вот такая, то есть зарядник, зарядная станция, пульт управления. Кстати, без батареек могли бы и положить. Запасные щетки, фильтр, кисть для чистки и в отдельной коробке есть контейнер и для влажной уборки. Высота этой модели составляет всего лишь 7,5 сантиметров, так что он с легкостью может убираться в каких-то труднодоступных местах. Чтобы пользоваться этим пылесосом на полную катушку требуется его подключение к Wi-Fi. Для этого нужно скачать приложение Weback на смартфон и присоединить пылесос к маршрутизатору. Все это делается при помощи QR-кодов, расположенных на тыльной стороне пылесоса. Я же пока буду пользоваться просто пультом, считаю и этого вполне достаточно, без всяких там заморочек. Если во время работы ему потребуется подзарядка, он сразу же стартует к зарядной станции и встает на зарядку. В общем, кого заинтересовала эта модель пылесоса, ссылочку на него я оставлю под этим видео в описании. Ну а мы приступаем к просмотру этого видео. Друзья, всем привет! В этом выпуске речь я в основном поведу о монтаже вентиляционного канала от предполагаемой вытяжки на кухне, а вентиляционную шахту, разумеется, с предусмотрением естественной вентиляции. Ну куда же без нее? И не только об этом. А теперь обо всем по порядку. Если у вас голая квартира в процессе ремонта, то до монтажа вентиляционного канала вам, разумеется, нужно знать точное месторасположение кухонной вытяжки. Это раз, дабы потом не возникло проблем. У меня планировка кухни уже готова, правда еще не раскрашена, но это не суть. Как важно, тут главное размеры, так что с этим проблем нет. Второе, с чем нужно определиться, как будет проходить вентиляционный канал, то есть по стене, либо по потолку. В моем случае будет использоваться второй вариант при помощи прямоугольного воздуховода диаметром 120 на 60 мм, который потом скроется под натяжным потолком. Круглые воздуховоды в конкретном случае не подходят, так как занимают больше места. В продажах они бывают различного диаметра, ну и соответственно длины. Комплектующие к ним тоже любые на выбор. Это отводы под 45 и 90 градусов, соединительные элементы с клапаном и без стыкового. Переход с одного диаметра на другой, либо с плоского на круглый, под углом или прямой. Для подключения же самой вытяжки можно использовать переходник эксцентрикового типа, либо такой же, но прямой, под любой диаметр круглого воздуховода. Ну а то, что вам по диаметру трубы не подходит, отрезается. Первый удобен тем, что если есть какие-то незначительные отклонения при подключении вытяжки, то поймать центр можно, развернув его в ту или иную сторону. Вот и все дела. Кто из вас и представлений не имел, как устроена вентиляционная шахта, скажу, что в тех или иных квартирных домах устроены они могут быть по-разному. Вот вам, пожалуйста, наглядный тому пример, самый, наверное, распространенный, так называемый, спутникового типа в многоэтажках. В этой же малоэтажке она выглядит вот так, то есть она индивидуальная. Чтобы вплотную приблизиться к потолку, я сейчас все это лишнее уберу и потом мы продолжим. Вентиляционная шахта Итак, готово. Вентиляционная шахта Если вы такое затеяли, то следует учесть, что большинство современных кухонных вытяжек уже оборудованы своим обратным клапаном. Кстати, таковая здесь впоследствии и будет установлена. Соединение элементов воздуховода нужно производить используя герметик, чтобы было все герметично и не было утечек, которые могут потом спровоцировать надувание натяжного потолка, если ваш вентиляционный канал будет расположен за ним. Чтобы потом такое исправить, придется на полотно натяжного потолка клеить термокольцо, прорезать полотно и монтировать круглую вентиляционную решетку. И бывает даже, что ни одну, ни две и даже ни три, что, конечно же, в плане эстетики будет не то. Так что изначально нужно, ребята, делать все тщательно, дабы потом не исправлять своих ошибок каким-то странным методом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для того, чтобы не было всяких дребезжаний вент-канала при работе кухонной вытяжки, пространство между основой и воздуховодом пропенивается монтажной пеной. Плюс таким образом еще добиваемся и как бы дополнительной надежности в плане крепежа, то есть склеившись, держаться это будет уже намертво. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь же и такого будет вполне достаточно, когда сама вентильтонная решетка будет располагаться на фасаде кухонного гарнитура, а не на стене, потому что гарнитур будет располагаться до натяжного потолка. Субтитры сделал DimaTorzok Угол на 45% я не считаю, потому что это просто плавный переход. А теперь представьте, сколько бы здесь было углов, если бы я все это дело пустил по стене. И это на таком-то коротеньком расстоянии. Да, и кстати, чем короче вент-канал, это тоже будет только огромным плюсом к его эффективной работе. Соответственно, чем он будет длиннее, тем хуже. Вот такие вот дела. Ну и сам диаметр воздуховода тоже, конечно же, имеет значение. Путь для естественной вентиляции можно было сделать и через тройник в потолке, установив обратный клапан, который бы закрывался при работе кухонной вытяжки, чтобы не происходило выброса паров в помещение. И открывался, к примеру, при открывании форточки для проветривания. Но если эта фигня не будет или со временем перестанет работать должным образом, обрастая со временем изнутри грязью, что в любом случае неизбежно, то исправлять такое под натяжным потолком, сами, наверное, догадываетесь, придется как. Так что я решил не усложнять и выбрал вариант попроще. Плюс тут будет иметься полный доступ и переделать, в случае чего это можно будет как угодно. То есть при необходимости поставить или снять тот же обратный клапан, ну и все такое. Да блин, хоть вентилятор. Кто из вас не знал, для монтажа продаются и вот такие комплектующие, которые устанавливаются перед входом в вентиляционную шахту, к которым лично я, честно говоря, отношусь не очень, но, возможно, как информация кому-то и пригодится. Ну и прежде чем продолжить, вкратце о новой рубрике «Ответы на вопросы», который стартовал в предыдущем выпуске. И следующий вопрос, который я выбрал, звучит так. Как в одиночку сделать подвесной потолок из гипсокартона? Интересный вопрос, не правда ли? Отвечаю. Металл и каркас в одиночку вы, конечно же, можете сделать без проблем, а вот крепить огромные листы гипсокартона к нему в одиночку у вас вряд ли получится, не сломав их. Если вы, конечно, не начнете резать, дабы упростить монтаж, что, по моему мнению, уже фигней заниматься называется. Так вот, мой вам видеоответ. Для этого вам понадобится примерно вот такой вот агрегат. Называется он подъемник для гипсокартона. Приобретая такой станок домашнему мастеру, если вы таковым являетесь, с точки зрения экономии, я думаю, нецелесообразно. Проще позвать в таком случае соседа, друзей или кого-то из родственников за какое-то там вознаграждение. Если же ты являешься мастером и у тебя есть объемы, то такой помощник в работе для зарабатывания денег, безусловно, конечно же, пригодится. И для тех, кто стоит перед выбором, какой же подъемник выбрать, они бывают разными и, соответственно, в разной ценовой категории, то вот вам, пожалуйста, пример премаса ТМ грузоподъемностью до 90 кг. При этом сам он весит 30 кг. Отличительной особенностью этой модели от предыдущих является возможность подъема грузов на высоту 4,20 кг. У него имеется два редуктора, червячный и плюс зубчатый, ну и, соответственно, работать он может как от шуруповерта, так и в обычном ручном режиме. Как собирается такое чудо, можете посмотреть на моем канале в ТикТоке, набрав в поиске RavHunting. Сейчас вы видите версию на ПК, если хотите со смартфона, то просто скачайте приложение с Google Play и установите его. Ну, а более подробно ознакомиться с той или иной моделью подъемников, кому интересно, можете на сайте прямо с точка ру. Ссылочка будет в описании. Ну и вопрос номер два, тоже часто встречающийся в комментариях. А как поживает ваш пылесос? Это, кстати, тот, который фигурировал в видео о циклоне. Выпускал я тот ролик на своем канале где-то годик назад. Просто, видимо, многие стоят перед выбором и хотят через какое-то время услышать мой отзыв о нем, дабы окончательно определиться перед покупкой. Так вот, поживает он нормально, за исключением того, что он весь чумазый и у меня нет времени его почистить. И для каких-то, подчеркиваю, неглобальных, то есть с демонтажами работ целей, он вполне подойдет. То есть так слегка прибраться и подключать при необходимости электроинструмент. В общем, работать можно. Единственное, что мне в нем не нравится, это его ужасная шумность. И это уже, честно говоря, начало раздражать. В общем, подумываю его поменять. Ну, а вы, в свою очередь, думайте, стоит такое приобретать или нет. Продолжение следует... 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 Придет она со склада в Москве только дней через 10. Но не потому, что я здесь что-то изначально неправильно посчитал, а просто иногда бывает так, что со временем планы могут меняться. Кому интересно, на отделку стен всей кухни ушло вот столько флаконов клея. Как обрабатываются углы герметиком я показывал во второй серии, так что в этой об этом я повторяться не буду. А вот как изменить цвет каких-то элементов приближенно под цвет стен сейчас вы увидите. Уж как получится по сходству не знаю, но что уж удалось подобрать в магазине, то и подобрал. Главное не будет белым, а это уже плюс. И пожалуй на этой ноте сразу же с вами и попрощаюсь. Как всегда по традиции, напоследок пожелаю вам только качественно проведенного ремонта в ваших жилищах. И разумеется только качественными материалами, вот уже проверенных годами производителей. Если у кого-то из вас остались, либо есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А у меня друзья на этом на сегодня все. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok